И все такие, да, да, интересно, кто такая? Я подловила один раз Владимира Львовича. Мне попросили показать ручку, у которой закончилась паста. Меня зовут Ангелина Пахомова, мне 23 года. Я из города Тагучино, это Новосибирская область. Мне было 14 лет, и у нас... Я училась в музыкальной школе, закончила музыкальную школу. И девочка Арина Автушенко, она актриса нашего театра, она здесь работает. Она тоже училась в моей музыкальной школе, и я знала, что она поступила в колледж Олега Павловича Табакова. И к нам пришел буклет, ну, набор, о том, что идет набор. И я знала, что я буду либо певицей, либо актрисой, и я просто выбирала. Я нашла студию Хабенского, это тоже, она находится в Новосибирске. Вот, я нашла студию, заставила маму ездить со мной из города Тагучино в Новосибирске. Это три часа на электричке, и мы ездили. Я хоть как-то, чтобы пощупать, что такое театр, потому что вообще была. Не была в театре ни разу даже. Ну, в детском была, а в драматическом, ну, там, один раз потом уже, когда я готовилась к поступлению. Я помню, меня на поступлении в Новосибирске попросили показать ручку, у которой закончилась паста. Чего-то я сообразила, как-то было забавно, что-то я там покрутилась, потом умерла, как бы. Ну, все похлопали, всем было смешно, вот, и меня пропустили на следующий тур. Когда я поступала уже в Москве, это были три тура, я плакала после каждого тура. Я думала, что все, конец, это вот отвратительно, ну, и все. Я домой поехала, в общем, все, до свидания. Было тяжело, ну, в смысле того, что именно морально. Почему-то я вот ревела каждый день, думала, что меня не пропустят ни в коем случае. Есть стереотип, что если ты красивая, то ты играешь красоту, а если ты талантливая, то ты играешь нормальные роли. Я считаю, что это не так. И вот у меня эта кара с детства, я всегда играла Снегурочку, естественно. И я помню, мне лет 7-8, я подхожу к воспитателю, говорю, пожалуйста, я вас умоляю, можно я буду играть Кикимору, пожалуйста? А мне говорят, нет, 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 ты будешь играть Снегурочку. Меня взяли в театре Табакова в 2018 году, когда пришел Владимир Львович Машков. Он нас не знал вообще, мы были на четвертом курсе, это был апрель, ушел Олег Палыч, и было непонятно. Мы все не понимали, что с нами будет, будет ли он нас смотреть вообще или как. Мы все поступали, параллельно ходили в другие театры. Но, в общем, я подловила один раз Владимира Львовича в колледже. Ну как, в смысле, я поняла, что либо я это сделаю, либо нет. Я просто подошла к нему и сказала, посмотрите нас, пожалуйста, мы поступаем в другие театры, в заведения нас не берут. Ну, там, в смысле, что они не говорят, что вас нечему учить, грубо говоря, как бы мы хотим в этот театр. А он просто, ну, как бы, не было понятно, у нас там был уже скоро выпускной, и мы до сих пор не знали, будет ли у нас показ или нет. И я решила проявить инициативу, я подошла к нему. И он, ну, как-то он так спросил, что, как дела, в какие вы уже смотрели, куда вы уже ходили. И как-то вот он через неделю нам устроили показ в итоге. Не говорю, что это моя заслуга, но как-то, в общем, почему-то я это сделала. Не знаю, какое-то у меня было, не знаю, может, это и повлияло, не знаю. У меня есть две главные роли в этом театре. И одна была первее, это роль в детском спектакле, это первый детский спектакль в театре Тубакова «Голубой щенок». Я играю голубого щенка. И спектакль, вот, премьера была в июне, это «Страсти по бомбарашу» режиссер Владимир Машков. Конечно, самое любимое — это «Страсти по бомбарашу». Я там, у меня там тоже главная роль, я играю Варю. Насчет кино, вот могу сказать, что я надеюсь, что через 20 лет наш российский кинематограф дойдет до величины американского кинематографа. Ну, будем надеяться. Вот, если что, ну, как бы, что было 20 лет назад, не было ничего же в кино. В 2000-х годах был крах, по-моему, в кино. По-моему, вообще же ничего не снимали. Вот это как раз в нем, когда очень... А в театре, вот как раз-таки, в театре все будет хорошо. Потому что театр — это всегда творчество, и человек будет пока жить, будет творчество. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok